Здесь снимались Татьяна Грабенко, театр «Тэмпо», Станислав Клондуков, это эксперт по живописи, Софья, фамирую, к сожалению, не могу воспроизвести, будут все те, кто был в этой квартире в тот день. Продолжаем наш вечер, нашу встречу в дворце. Что вы хотели нам сегодня предложить дальше? Спеть или что-то сказать? Вы знаете, что я хотел предложить нам с вами то, что мы хотим предложить каждый из вас. Вот смотрите, сегодня здесь есть участники ансамбля Гренада. Не в полном составе, но все-таки есть. Не может быть, они собрались? Ну, они есть. Я долго за ними гонялся, никогда не мог. Не все же дели человек, потому что даже невозможно. Вот, они есть. Может, кому захотят что-то спеть? Может, им потребуется какая-то помощь? Может быть, Таня Кобысова, может быть, Саша Кобысов хотят что-то сказать, хотят что-то спеть? Может быть, еще люди, которые пришли, может, Олег Гоголев хочет что-то спеть? Обязательно. Олег Гоголев хочет что-то спеть? Не хочет пока спеть. Ну, значит, потом. Может быть, давайте вспомним какие-то песни, которые мы можем спеть вообще все вместе. Те, которые... Вот, есть песня, которую пили, по-моему, все воспитанники Сроханова. Сначала эту песню пела Гренада. Потом эту песню пели участники театра «Тэнн». Потом с моей подачей пели «Гулливеры». И сейчас эти «Гулливеры» поют. Угадайте, что это за песня. Нужно только выбрать того, кто будет петь соло. Неужели эта песня из трех букв? Значит, здесь, во-первых, так. Во-первых, есть Саша Кокусов, который когда-то пел, когда-то пел, вот, «Начало». Мне вчера исполнилось четыре. Потом есть Ольга. Вот Ольга сейчас поет. Может быть, вы просто поете как-нибудь? До этого. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, девочки. Я только что вас анонсировал, между прочим. Да, так что, готовьтесь. Попробуй. Следующий выход ваш. Но это интересно. И все остальные могут как-то подпевать. Кстати, аплодисментами можно награждать любое выступление, даже слова. А уж про песни молчим. Прелесть всего вот этого выступления заключается в том, что никто к этому не готов. Абсолютно никто. Но мне кажется, что это возможно. Если хотя бы один человек знает слова и помнит их, это можно сделать. Но не вчера. Так, слова, будешь солировать? Я не... Поможем. Гульверов тут понятно. Они же репетируют каждый день. Саша, ты будешь участвовать? Да. Все, я вырос. Александр Копусов наконец-то вырос и будет участвовать в группе. Как говорили, актер, прикиньте. Я не актер. Мне вчера исполнилось четыре, пять, семь, семь о том, что ты думаешь. Это славяк, но все у нас хватит. Все меня воспитывать желают, но у них неправильный подход. Рано спать, кровать мой справляет. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-пара. Всем не нападусь, не потому и куда пойдешь. С целых час с натушкой остановиться не уйду, пока не уснешь. Новый год! Узнал я по секрету тетя Нагер. С мужем там приеду. А Панас не выдавит концерт. Вот. Эх, гульнюм, подумал я вначале, А казалось, всё на порогах В ровную десять спать у нас окна Вот Всем не говори Спи потом, никуда не пойдёшь Целый час на душах Ставим с него иду, пока не уснёшь Я лежу в кроватке, чуть не младше Скоро будет мне 20-й год Тогда так, будет всё иначе Приглашу Наташу, я иду сел И войдись, мы будем работать Папа, с мамой спать отправим в 8-й год Вот Вот Накануне, которые говорят Мы сказали, что Когда достоится встреча Она была очень расстроена Даже заплакала И всем передаю большое-большое спасибо По памяти о памяти Я не хочу Господь создать Затумали Ты грешники И размешившись И его напичкать Несколько первым делом Студента сотворил По-своему полюбив И обречил Но чтобы не грешил студент И не терял мир Он связь её придумал Девушки отдыхают 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 Друзья мои, вы знаете, я ведь честно вам сказал, у нас нет сценария, и мы не будем, мы не будем предлагать, ну давайте, ну ты, ну давай, не надо этого, если хочется, пожалуйста, ну как-нибудь инициируйте свое желание, что-то вспомнить, что-то вспомнить для всех, я не знаю слова, конечно, наверное, захочет вспомнить. Я думаю, надо, здесь, кажется, смелость города берет, у нас есть стафетные палочки, сейчас как раз идет олимпиада, я думаю, что это не бег по кругу, но, по крайней мере, здесь все близкие, все друзья, вот она, вот, 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 микрофон, Мы ее не передавали, вот, на, держи, вот я Славе отдаю. Как не надо, я вообще пришел послушать песни, которые хотел бы услышать в «Поломене ледика» и «Марине», это очень, да-да-да, прожимаем плечами. Мы тоже не очень много вспомнили, что. Что-нибудь интересное из прошлого есть, чтобы вспомнить, связанное с темпом? Ну, вспомнить, конечно, очень многое можно, из какого-нибудь. Время уже зайдут, вспоминайте, говорите. Ну, я вот смотрю сейчас на эфир, да, я вспомнил один эпизод, который часто рассказывают, как мы, а даже если не произошло, какой случай. Люди с нами, мы участвовали по Приморью, у нас был на нашем дружный коллектив один поход. Ну, Гренада в это время занималась полезным трудом, она работала в первой отряде, если помнишь. И мы приехали к ним, и... Нет, пытайся не глядеть, что сейчас смотрится. Мы приехали к ним, ну ты, я понимаю, что это так, когда связано с тобой, тебе не хотелось бы сейчас... Почему? А, да? Да, нормально. И вот мы путешествовали там, между одним каким-то слетом, между каким-то еще выступлением, и приехали на базу, а жили мы в Муссирийске, вот, время уже было, ну, практически заполнено, вышли все такие утомленные, усталые, идем несколько метров до дома, все так идут, ничего не замечают, и вдруг мы увидели, что почему-то среди нас нет этика. Вот, ну, все так смотрели на друг друга, а Эдик просто, оказывается, как он вышел, он так немножко подустал, спал, наверное, и шел, и упал в канаву. И мы его потом вытаскиваем, так, что такое, что такое. А что касается Гренады, вот, если я не помню, по-моему, был там Коля, да, ты был же, да? Вы где, в каком вы месте там были? Может, где-то ближе к находке, что ли, да? Не помню сейчас точно. Во всяком случае, мы туда приехали, естественно, ребята работают, тут же освободились, и потом мы делали, по-моему, на грузовике какое-то выступление, да? Да ничего подобного. А что? Там была вертолетная площадка, подогнали танк и два. Они засветили фарами, и, значит, песня про зайцев, и, конечно, кто-то, 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 не знаю, обычно 14, нас только четверо было, и вас там, человек 15, конечно. И все зайцы полезли на вертолетную площадку, светив фар от танков, хоть бы пушку отвернул, зараза, прям на нас смотрела, вот, и баснули зайцев, только держись, да. Так подожди, а это было же, по-моему, в отряде у Светашева. Какой Светашев? Что ты говоришь? Мы были в первом углу. Это недалеко от Камень Рыболова есть такой поселок Комиссарова. И в этом Комиссарова мы строили свинарник. Вообще в Корабелке, Корабелка тогда делегировала, на Дальнем Востоке, видимо, работать некому было, поэтому стояло 6 отрядов. Корабелки, а я по причине того, что у нас достроили, как помните, в стриженом закончились, я пальчик сломал. И Гренада, значит, кто по домам, а мы рванули, Вова, Коля, Ваня и я в этот самый стройотряд. И я был счастлив, потому что у меня палец сломан, культя такая, значит, висит тут, это гипс. И меня как ташку на посылку по всем отрядам, значит, гоняли. И я весь Уссурийский край исколесил и счастлив этим обстоятельством. Потом, когда уже доставили работу, потому что не так интересно стало. Извини, подожди, Саш, тут возникла идея. Тогда было на сцене 14 зайцев. Но здесь мы, может, тоже наберем штук 8. Может, сейчас поют зайцев? Вспоминая о том, как это было там. Александр, пробирайте эти ксения. Можно дать ему гитару? У меня хорошая гитару. Какая там была на кузете? Хоть в любой из играли. Ты должен играть в любой до анализа. Нет, нет, но какая-то определенная была. Определенная? Но вас никогда не... Мы нот не знаем. Причем тут ноты. Грена, но мы не знали. Ну, звездочки, вы знаете. Грала попали. Звездочка большая, маленькая, нет? Нет, здрасте. Понимаете? Вообще, эту песню запевал мини-гуврян государственной премии орденоносец Владимир Гаврилов. И он всю эту всю жизнь, неправильно играя гармонию, всю жизнь эту песню пел. А кто вот пел из ваших, там, строя, колесаров, кто из вас пел? Да все пели. В канале Эдуард Борисович вышел и пел ее потом. Я оттуда? Ворота. Ты кармонию знаешь вообще? Конечно нет. Ты был отрядом в чатармонии. Как она вешается? Как все вешают? Я бы его попробовал. О, получилось? Не знаю. Сейчас получилось. Ну, кто запевает, что? Какой тональный ст? Ну, давай. Ну что? Ну, пойдем. Ну, давай. Давай, короче. Давай, не знаю. Давай, давай. Гаврилов. Гаврилов, но его нет. А, Гаврилов? Гаврилов. Гаврилов. Семеной можешь? Моголка. Песня исполняется впервые в семи нори Давай, Вова, ты самый голосистый в ансамбле Вова, давай, я слушаю Вова, начинай Слова подскажем Суфлёры есть В тёмно-сием лесу, где трепещен осиный Въезд у вов колдунов облетает листва На поляне лесу, зайцы в кровати Получка силы И в летом нагревали странные слова Оно всё равно, одно всё равно Пусть боримся мы, волка и сову Дело есть у нас в самый жуткий час Мы волшебную косим трын-кару Подувы колдуны, шутки шепчут в тумане Из поганых болот тени встают Пусть от зайцев траву, рын траву на поляне Я от страха всё быстрее песенку пою А нам всё равно, а нам всё равно Пусть боримся мы, волка и сову Дело есть у нас в самый жуткий час Мы волшебную косим трын-кару А нам всё равно, а нам всё равно Будем мы храбрее и отважива Кустой и потраз В самой жуткий час Все напасть нам Будут крыль дрова А нам всё равно, а нам всё равно Будем мы храбрее и отважива Кустой и потраз В самый жуткий час Все напасть нам Будут крыль дрова Угу ты должен сказать! Не отдаю, не отдаю, не отдаю я обезу. Давай Александр вспоминает! Не дам. На сцену забирайте Александр Сергеевич. Сможешь. Я был на прошлой неделе у Гаврилова, лауреата государственной премии. Он ни хрена не помнит. Я ему говорю. Помнишь, мы по-белорусски пели? Он говорит, не помню. Я говорю, ну в поле вербайся от воды, ясно там до воды. Даже я помню. А он не помнит. Я придумал, что я сегодня гитару не брал специально, чтобы не играть. Я сейчас расскажу, как создавался ансамбль Гренады. Вы ничего не знаете. Никто ничего не знает, Дершов, ты тоже не знаешь. Записывай, записывай. Что? 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 Вы куда, уважаемые? К роялю? К роялю? К роялю. К роялю. Микрофон его в Сиде хочет поставить. Постал. 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 Стой. Значит, слушайте, что было? В свое время Лакшин на машиностроительном факультете создал ансамбль, в котором Семидетнов Николай играл на фортепиано. На саксофоне! Что? На саксофоне! У него был саксофон-тенор. Калашник играл на альте, Лакшин на альте, саксофон и все. Иногда Калашник брал трубу. Когда представляли ансамбль, ну все нормально, все, значит, там, значит, саксофон-тенор Николай Семидетнов, ну, послопали из уважения, там, все. Силькин, что у вас еще раз? Силькин, потом. Вот. Значит, когда говорили, ударные инструменты Владимира Ульянов, была вторая пауза, а потом стоял гемерический хохот по этому поводу. И вот они играют, черт те штуки, здравствуй, дружок какие-то. Там пьеса, Лакшин, из Белоруссии, видимо, привез. Вот. Это ты, я помню, как ты играл, наш параглаз «Вперед, вперед, лети». У них такая комсомольская импровизация была. Вот. Значит, собрались мы ехать на фестиваль. На фестиваль в Прибалочку. А я уже свинтил из театра. Сет он назывался. У меня там баскетбол, у меня там то-сё. Ну, с Свистуновым тогда очень много пели. И, значит, пришло приглашение, и мы готовимся. Я говорю, мужики, вот такой мужик есть вообще, Суруханов фамилия, он хоть по сцене нас научит ходить. Что, ладно, играем, как сыграем. И пригласили мы его. Вот мы, значит, стали играть эти самые пьесы. Все он нас слушал, значит, говорил, как к инструменту подойти, там, всё такое, как по сцене. А ты театр не рассказывал. Что? А ты что-то делал. Ну, я в театре был до этого два года. В театре «Темп». Мы там с Свистуновым. Сет. Резвие. Сет был театр, тогда назывался Сет. Вот. И, значит, Суруханов затылок почесал как-то и говорит. Знаете, ребята, вы едете в Прибалтику. Это высочайшая культура, а вы собираетесь там джаз играть. Таких ансамблей там, говорит, может быть, даже и не будет. Может, хуже. Хуже не будет, говорит, точно. А вот как вы, а вы знаете, как только перерыв, так и сразу песню петь. «Белую снегу» заняло, там что-то такое. А вот как вы песни поете, мне понравилось. Дайте попробуем. И мы попробовали. И начали делать вот эти самые песни. Но сами собираемся на фестиваль ехать. И тут приходит отлуп из Прибалтики. Или не знаю, в общем, решили мы сами не ехать. Не помню, что получилось. А мы вот эти песенки, значит, поем. Значит, забегая вперед, скажу, что это я узнал в прошлом году на «Свинге белой ночи». Есть такой Паша, который всегда танцует там. Он все знает. И когда я ему эту историю рассказал, он сказал, вы знаете, кто вместо вас поедет? Я говорю, интересно, кто? Да вот вместо нас поехал оркестр Иосифа Вайнштейна. В то время в Ленинграде лучше не было. Понимаете? Вот Гайнштейну только что исполнилось 80 лет, Геннадию Львовичу, да? Вот он там с Олэнсом, с Афонией частенько играл. Хорошо, что мы туда не поехали. А нам пришла другая телеграмма из Еревана. Мы поехали, имея в загашнике 11 песен. И эти 11 песен мы успешно исполнили в Ереване и вернулись, что называется, на щите. Но, значит, чей проекту пришел? Не знаю. Сейчас узнаете. Значит, нам никак было не расстаться со своими любимыми инструментами. Причем вы бы слышали, как они играли на своих этих сапонных кларнетах. Черт возьми. Там же их, знаете, я потом тоже из любопытства стал осваивать этот инструмент. Если ты там чуть-чуть не прижал дырочку или чуть-чуть там клапан не придавил, он сразу пищал на две октавы выше. Поэтому она ба-бу-бу-бу. Вот так. И мы все собирались все это дело выкинуть. Но одну песню мы не выкинули. Вот я ее хочу сейчас спеть. Если участники ансамбля Гренада не окочерятся от тональности соль-минор, потому что мы ее пели под гитару в ми-миноре, то мы споем вместе. Будете петь? Конечно, что будет. Ген, ты на меня так смотришь, как будто даже не знаешь, какая песня будет. Нет? Коля, и ты не знаешь. Вова, ты тоже не знаешь? Понятно. Да вот стой. Ну, песню простая. Простешка. И ми-миноре много, Шура. Мне хотелось бы, чтобы в светлой рощи этих поздних берез сосенних, чтобы мама жила подольше. Мне хотелось бы, не скрывай, чтобы рядом с пацанголю, моя любимая, а морщины ее ложились на мое лицо, как дороги. Мне хотелось бы, чтобы сын мой из-под дедовских век новейших на костры смотрел и на солнце не мигающими глазами. Мне хотелось бы, чтобы руки друга не тянулись бы вверх от страха, не тянулись бы вниз от лести, а хрустели бы от пожатий. А еще мне для счастья нужно, чтобы сорок олень не предал, чтобы моря никогда не милели, чтобы земля никогда не остыла. А здоровье, оно не вечно, а удача, а не попозже. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Это был Александр Копусов, чтобы он был здоров. А какой год был он, кажется, Руханов у вас? Отворотил, поставил на путь истины? Да, 69-й какой-то. Есть там получше у кого-то. 69-й это был уже Ереван. Ну вот перед Ереван, 69-й год. Сначала Луга, а потом Ереван. Потому что мы ездили уже в 70-м. Нет, сначала в апреле Ереван, а сначала съездили, а потом ездили. Вся тюрьма мы были в Тунграде. И надо еще не было. И началось как раз в Тунграде. В Тунграде, ну, может быть, посмотрим внимание на экран. Я единственный художник, заслуживший уважение в нашем маленьком почте. В безмятежном городке я рисую этикетки на печенье и конфетки, на бутылки и в оленье и на капли в пузырьке. А вот он и не художник, он рисует только дождик. И Джабай не художник, он рисует только гэт. Правда, глупый Паулина, что-то выпил из глины. Но ведь не за дело платят. А им всем, конечно, нет, и Диего не художник. Это знает и сапожник, у него нет и Вальберта. Пишет прямо по стене, а мои наклейки с лёгом. Да открытка с Новогодом, если мне не врет пирожник. Разошлись по всей стране. А мои произведения, так близки для населения, Каждый житель без сомнения. С моим творчеством знаком, потому что я художник, Заслуживший уважение и прошедший утвержденье В магистрате Городского. А вот Павла не художник, потому что он безбожник, И франциск не художник. Он законченный эстет. Правда, глупый Паулина, что-то вновь слепил из глины. Но ведь мне за дело платят, а им всем, конечно, нет. И теперь я вестворение, я горю над ярлыками. Вот закончу все у меня, кто художник, а кто нет. Ярлыки свои сравнил я, образовыми стихами пишет мне. Ярлыки свои сравнил я, образовыми стихами пишет мне. Песня звучала в исполнении Виктора Попова, правильно? Все, что мы видим, это в регистре рука. Да, да. Вот это только это из-за фирмы. Так, мне нужно... Здесь нужно поменять батарейку сейчас. Да, я услышал, как Анатолий Николаевич слово взял. Анатолий, у вас продолжайте. Что вы не знакомы? Нет, мне показалось, что очень образы похожи на гайдаревский фильм. Какое впечатление, что он художник в этом фильме был. Вообще, я вот хочу вспомнить, несколько слов сказать, а потом мне, может, Эдик там поможет прокомпонировать. Вот так получилось, я когда пришел в корабелку работать в 1974 году художественным руководителем клуба студенческого, был уже художественный руководитель у всей корабелки Сарухан. Он сделал эту эстетику корабелки, которая просто выделила вуз из всех остальных питерских вузов. Но, правда, был еще один мощный человек, благодаря кому корабелка действительно стала уникальной, это Котовстых Евгений Васильевич, естественно, потому что он заслонил вот свои мощные плечами, там, спиной корабелку от ее выпускника Григория Васильевича Романова, который задушил все живое во всех вузах, но корабелку он не посмел тронуть, и он боялся, так откровенно боялся Тостыха. И в этом смысле так получилось, вот, истечение этих обстоятельств, и то, что Саруханов, и Серебренников, и там еще до этого Владимиров, и на... вот Богом отмеченный вуз получился. И, конечно, туда прийти, это как заново в университет поступить, вот, пройти весь этот курс Сарухановский. И, понятно, вот, есть коллективы, которые он создал, выписывал, вывел, там, на фантастический уровень Гренады и Театр Темп, но он коснулся же всего практически, и, в основном, Лосманский шла, примиряясь вот к этой планке, да, и ансамбль «Радуга» от Коли Риманского тоже практически калька, но чуть-чуть по-другому, но похожие на, и по репертуару, и по манере на Гренаду. И потом совершенно уникальный вот этот коллектив четвертый, да, вот, Еремичев, Пескин, Маша, Света, коллектив, который уже не был похож на предыдущий, потому что был другой репертуар. И мне кажется, вот, я просто с этим коллективом был более плотно связан, и сейчас, вот, если Эдик гитару возьмет, мы попробуем тогда фрагментик, да, с Володиной, с Володиной, да? Ну, там, обычно Еремичев там, знаешь, играл, мне звезда упала на ладошку, там упал в шерестники, и потом завершение. Сумеем симпровизировать? Сумеем, если не я, что-то делать. Ну, давай, да, 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 да. Значит, там эта история была связана с чем? Потребовалось срочно, но готовилась большая программа такая, традиционные шлюпочные походы ходили там по Великим рекам, да, и планировалось в связи с началом освоения БАМа, было решено, значит, бросить две такие концертные группы, а гид-бригады, одну по маршруту БАМа, а другую со шлюпочным походом по реке Лени, в связи с этим там даже организован был мощный перевалочный пункт в виде стройотряда, которым Валерий Клавович руководил. Это отдельная краска, отдельный там рассказ. И надо было подготовиться, вот радуга пошла, значит, по БАМу, надо было новый коллектив подготовить. И тогда только проект-контра возникло, и вот в проект-контре появились молодые талантливые ребята, вот Пескин, Женя, Ерёвич и Серёжа, и попытались, значит, сделать некую программу. Но надо было её всё-таки такой тематически сделать, поэтому туда ещё и меня подвели, там я такие связочки делал, там, стихи читал, письма там с фронта и так далее. Такая театрализация была. И как-то это прижилось, не на один сезон возникло, и несколько лет потом мы ещё иногда выходили на сцену и выступали. Но уж в четвёртой-то она жила и без меня прекрасно, и даже лучше. Вот. И там, ну вот тоже Валерий Романович, он каким-то нюхом обладал фантастическим, потому что весь литературный материал, который мы на связке туда готовили к этой программе, он через его цензуру жёстко проходил. И он тогда порекомендовал стихи Александра Володина. А все знали Володина как драматурга, уже в то время очень известного, и кинодраматурга, и пьесы его шли везде. Но никто не догадывался, что он ещё стихи писал. А он, в отличие от остальных драматургов, он обычно как писатель, сперва стихи пишет, потом переходит к большим формам. У него всё наоборот получилось. Он начал писать стихи уже на склоне своей жизни. Но стихи совершенно пронзительные, фантастические. И вот там несколько таких стихов использовалось в программе. Мы сейчас попробуем такой фрагмент вспомнить. Это будет тест тоже на склероз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Потом, когда всё кончится, мне разрешили. Пускай не жизнь, к чему такая крайность, а просто посмотреть, что будет потом, когда совсем-совсем всё мне разрешили. И просто смотреть, купаться, кататься, подниматься и опускаться, одеваться и раздеваться, и ещё сто тысяч на одну только эту рифму, и миллион на все остальные. Стыдно быть несчастливым. А женщины, самые, казалось бы, незаметные из них, иногда говорят, какие славные, и так смешно шутят, и так пронизательно думают о нас, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было светло и ясно, спасение из всех, как с первым из всех. И то и дело, это им удаётся. То тут, то там, то так, то сяк, а если не удаётся, то они страдают молча. А если говорят, то иногда говорят такие слова. «Стыдно быть несчастливым». Есть собаки, они вообще ничего не читали, ни одной строчки, ни разу у них не поступал комок, никогда не перечитывались вслух другим. Стыдно быть несчастливым. Ещё есть коровы, они вообще ничего не уделали своими руками. Ничего. Кусяковый подарочек. Терёнка, это непостоянное, гулявшая работа в марте, думать, что мы сочинить. Но такие же коровы, как они, обрадоваться по этому поводу, и встречать, чёрт побери, не могут. Стыдно быть. И счастливым. А есть улицы. Им за всю жизнь суждено увидеть. Один метр с земли. Максимум. Просто увидеть. Просто смотреть. Если бы вы мне разрешили одно только время, то и тогда бы я сказал, стыдно быть несчастливым. И теперь, когда я говорю несчастливым, я отвержу себе одно и то же. Стыдно. Стыдно. Стыдно быть несчастливым. Стыдно. 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 Не болела мать, чтоб на нашей горе сна и планете Только звёзды падали с небес, Были все доверчивы, как девяти, И любили дождь, цветы и лес, Чтоб траву, как всталь, косой косили, Каждый день летали до луны, Чтобы женщин на руках насилий Не было болезней и войны, Чтобы дружба не была обмурзой, Чтобы верность в тягость не была, Чтобы старость не тяжёлым грузом Мудростью бы на сердце легла, Чтоб у костра пропахнув дымом Эту песню тихо напевать А ещё, а ещё я хочу, хочу я быть любимым И хочу, чтоб не болела мать Говорил я долго, но опрасно Долго, слишком долго говорил Не ответив мне, звезда бога насла Редактор субтитров А.И.М. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.И.М. Продолжение следует...